Добрый день, меня зовут Алена Андреева, и я рада начать очередной выпуск программы «Профосмотр». Мои гости сегодня очень приятные, интересные и, безусловно, авторитетные люди, специалисты в своих вопросах. Я рада приветствовать в этой студии Михаэля Блюменштайна, экономиста независимого организационного консультанта, который приехал в Белоруссию из Австрии. Здравствуйте, Михаэль. И в гостях Диана Комыч, руководитель Центра современной практической психологии. Собственно, Диану я и благодарю за приглашение Михаэля. Добрый день, Диана. Добрый день. Говорить мы сегодня будем о семейном бизнесе. Это тема, которая, я думаю, может быть интересной каждому из нас, потому что инициатив или, по крайней мере, идей для того, чтобы начать что-то свое, у каждого в голове много, но не каждый начинает реализовывать их. И поэтому моим первым вопросом к Михаэлю будет вопрос о том, что же следует сегодня понимать под семейным бизнесом. Моя первая вопрос, что можно сегодня понимать о Фомилииеншеме? Есть очень много определений. И моё определение следующее. То есть, если есть отец или мать, муж или жена, которые владеют частной компанией, в этом случае мы можем говорить уже о семейном предприятии, о семейном бизнесе. И хотя в этом случае владельцем компании может быть один человек, один член семьи, но семья оказывает важное влияние на эту компанию и является важным фоном создания этой компании. В таком случае возникает логичный вопрос, а каким образом оградить компанию от влияния семьи и семью от влияния компании? И в этом случае возникает следующая вопрос, как можно ограничить компанию от влияния семьи и как можно ограничить компанию от влияния компании? Фактически это сделать невозможно. Потому что когда мы идём на работу, в компанию, мы берём туда вместе с собой свою внутреннюю семью, образца и семьи. И мы берём туда вместе с собой от влияния. И точно так же возвращаясь домой из компании, мы приносим свою семью домой каждодневные переживания, все то, что происходило в компании. Я предполагаю, что когда вы после работы приходите домой, у вас тоже время от времени появляются какие-то мысли, какие-то идеи по поводу следующего дня, по поводу того, как я буду вести свою программу и так далее. И что мы можем сделать в этом случае? Мы можем провести, проводить чёткое и ясное разделение между семьёй и между компанией. Учиться этому. И подобный процесс проходит осознанно. Мы можем проводить это различие осознанно. В таком случае чем семейный бизнес отличается от работы по найму? Потому что я, наёмный работник, прихожу домой с теми же переживаниями или на работу с теми же проблемами, которые у меня дома есть. Ну а у вас есть, куда там общение возникает от работы по чему-то? Потому что я, например, был Ангестеллен. И я тоже 가자 к данному вопросу с тех вопросами. Когда я являюсь предпринимателем, я связываю свое существование, свое профессиональное существование с одной компанией. И будучи предпринимателем, будучи бизнесменом, я принимаю решение, буду я выполнять там одну функцию или две. И одна функция, это функция владельца или бизнесмена, которому эта компания принадлежит. И при желании я могу на этом ограничиться. И точно так же я могу активно работать в компании, но для этого мне нужно стать директором. И тогда в этом случае я тоже являюсь служащим этой компании, я работник по найму. Один в двух лицах. И будучи директором, я получаю точно так же зарплату, надеюсь, достойную зарплату. В то время как предпринимателю приходится надеяться на то, что его компания принесет ему прибыль, используя которую он может жить. Хотя мотив зарабатывать большие деньги, он стоит на втором месте у предпринимателей, которые рискуют и создают свое дело, перед тем, чтобы заниматься интересной деятельностью и создавать компанию, которая будет делать что-то интересное. И что касается собственной компании, бизнесменам приходится самим реализовывать свою идею. И у них есть такая возможность, без того, чтобы кто-то командовал, делай это, делай то. Как правильно выбрать сферу приложения семейных инициатив в бизнесе? К примеру, жена пусть будет учителем, а муж, не знаю, журналистом. Вот как в таком семейном союзе правильно определиться со сферой приложения своих бизнес-инициатив? Если в семье, например, женщина и мужчина, журналистом, то, как можно найти в этой семье собственные бизнес-инициативы в бизнес-инициативе? Это одна из самых сложных вопросов, как это делать. Я считаю, что важным будет, если паре удастся провести различия между двумя разными уровнями. Уровнем брака, уровнем пары и уровнем бизнеса, уровнем компании. Я считаю, что в этом нет ничего страшного, когда, находясь дома, они будут разговаривать о компании и о бизнесе. Но будет хорошо, если четко и ясно понимать, как, кто мы сейчас говорим. Семейные предприятия являются одной из самых успешных моделей управления, по крайней мере, в Западном мире, в Западной Европе. До сих пор это было так. И семейные компании имеют в своей структуре, в себе те вещи, которые являются преимуществами, большими преимуществами. И точно так же есть там нечто, что может стать каким-то недостатком. В семейных предприятиях встречаются кое-что, что может стать каким-то недостатком. Как минимум, две социальные системы. Семья. И в социальной системе семья сюда добавляется еще пара. Это две разные, уже в самой семье есть две разные социальные системы. Семья и пара. У нас есть социальная система владельцев, и сюда еще добавляется отдельная социальная система организации. И если существуют конфликты, тогда необходимо посмотреть, на каком уровне они возникли, где этим конфликтам место. Если жена говорит мужу, например, тебя никогда не бывает дома, твоя компания тебе более ценна, чем я. И если она ругается на компанию, и говорит, что ты должен больше времени проводить дома, и меньше сидеть там, торчать там. Возможно, что она говорит, что она ему косвенно транслирует, что я хотела бы, чтобы ты больше времени со мной проводил. Но она находит кранево, а именно компанию, и обвиняет компанию во всем, вместо того, чтобы пойти на риск, набраться мужества, сесть и сказать, дорогой мой муж, мне не хватает тебя дома. Я хотела бы, чтобы ты больше времени со мной проводил и больше внимания мне уделял. Это одно направление. Другое направление может тоже работать. Что некоторые предприниматели делают следующее. Они пытаются свою семью, они пытаются сделать так, чтобы вся семья оставалась вместе. И делают это не на уровне семьи, а берут своих детей на работу в свою компанию. И в этом случае на компанию возлагается надежда, что компания может стать средством, которое соединит членов семьи, но это перегрузка для компании. Компания не может с этим справиться. Что я сталкиваюсь в восточных странах? Я вижу часто, что люди пытаются сохранить свой брак таким образом, или укрепить свой брак таким образом, что приглашают своего супруга или свою супругу занять какую-то должность в компании. Но у этого есть последствия, что страдают обе системы. Обе системы страдают из-за подобных действий. Трotzdem passiert это manchmal, что это Unternehmen trotzdem очень хорошо функционирует. Иногда происходит такое, что несмотря на то, что проводятся такие шаги, компания хорошо работает. Но, к сожалению, за это приходится высокую цену платить семье, разрушается брак, либо семья распадается. Но мой вопрос об учителе и журналисте был несколько о другом. Я хотела уточнить людям вот таких профессий или таких занятий. В какой сфере бизнеса лучше развиваться? В туризме? То есть открыть, например, гостиницу? Либо заняться торговлей? А может быть, им следует открыть какое-то свое производство? То есть каким образом, от чего зависит выбор сферы собственного приложения, бизнес-приложения? Если я вопрос об учителе и журналисты, то я имею в виду, то я имею в виду что-то другого. Как вы решили, в какой направлении вы решили, в которой вы хотите строить, в какой направлении вы строите, вы хотите строить, организовать? Что вы хотите сделать? Турисмус? Или что-то другого? Или Хандель? Я считаю, что учреждения компании это очень тяжело планировать. Первое, что необходимо человеку, это предпринимательский импульс. Конечно, журналист и учительница могут сесть вместе и сказать, хорошо, мы хотим создать какую-то свою собственную компанию, свой собственный бизнес, рационально это обсудить, рационально друг с другом подумать над этим и учредить какую-то компанию. Я не уверен, будет ли подобная компания иметь долгосрочный успех. Когда проводят на Западе, в Западной Европе исследования успешных компаний, а именно в частном бизнесе семейных успешных компаний, оказывается, что на самом начальном этапе им дал импульс кто-то из учредителей, у кого была интересная идея, и он считал, что эта идея будет полезна и интересна клиентам. И эти люди, которые учреждали компанию, были связаны с этой идеей в своей душе и своим сердцем. То есть они горели этой идеей. И сейчас может быть, что журналист или учительница такая идея. Конечно, может быть, что журналисты или учительницы есть подобная идея. И тогда здесь важно обсудить и важно подумать, интересно ли эта идея будет для другого. И хочет ли он внутренне поддерживать эту идею и быть с ней связанной. Я всегда очень осторожно отношусь к тому, чтобы двое пара сразу начало что-то делать. Я считаю, что гораздо лучше будет, если тот член семьи, у которого есть подобная идея, чтобы он начал что-то делать, начал свое дело. Я считаю, что будет гораздо лучше, если подобная идея есть у учительницы. Если она сама найдет себе единомышленника и начнет реализовывать эту идею, чем если ее муж продолжит работать спокойно журналистом, чем если ее муж с напрягом будет стараться выполнять какую-то функцию в ее компании, хотя это совсем не то, чем он хотел бы заниматься. И будет гораздо лучше, если журналист, например, в такой ситуации, когда журналист недоволен своим местом работы, недоволен той компанией, где он работает. Это будет плохая идея по этой причине идти в компанию жены и работать там, делать что-то. Это будет неудачная идея. Гораздо лучше, если он недоволен своим местом работы, подумать ему, что будет для него интересно, и тогда жена будет делать свое дело, а он найдет себе свое применение и будет успешным в своем направлении. Есть один очень популярный миф, что партнерские отношения можно дать им вторую жизнь, если создать совместную компанию. Потому что есть такой миф, что тогда мы будем так много времени проводить вместе. Конечно, люди будут много времени проводить вместе, но это не будет иметь ничего общего с парой, с браком. И у меня, например, есть совершенно иное представление о браке, об отношениях в паре и то, что происходит между людьми в паре, чем то, что они могут реализовать в компании. Надеюсь, что я ответила на твой вопрос. Чем отличаются западные европейские частные компании и восточные европейские? Это не первый ваш Визит в Беларусь. Наверняка вы чувствуете разница. Ты не был первый раз в Визит в Беларусь. И может быть, ты видишь какие-то отличия между приватными компаниями в Беларусь и в Востоке, в которых эти отличия происходят. Есть несколько различий, которые я заметил. Первое, что я здесь отмечаю, что в вашем регионе есть очень такая свежая энергия и желание создавать частные компании, частные предприятия. Я считаю, что это очень здорово. И что мне очень нравится, особенно нравится, что этот импульс есть у женщин, что у вас очень много женщин основывают свои собственные компании. И это у нас немного уничтожено. У нас есть очень приятный. И это не так просто, что у нас есть, что у нас есть так много идей, которые были созданы. У нас этот уровень создания компании немножко заснул в таком заснувшем положении. Жизнь идет очень ровно, спокойно. Люди довольны тем, что у них есть. Это первое. И второе, что у нас уже наш рынок заполнен идеями. И что очень сложно найти какую-то новую, свежую идею, которую можно успешно реализовать. И в наших странах люди, которые работают обычными наемными работниками, им достаточно хорошо платят. Поэтому для них это слишком большой риск порой бывает, начать какое-то свое дело. Вторая разница состоит в том, в которой я и в моих семинарах работаю с компаниями, что часто первый мотив – это много денег. И я эту разницу замечаю также, когда работаю на семинарах или консультирую предпринимателей и бизнесменов здесь. Это что первый мотив, который толкает людей на создание частной компании – это деньги. И я это понимаю, я могу это очень хорошо при себе представить. Я habe volles verständnis dafür. Что человек хочет получать в своей жизни то, чего он раньше не мог, например, себе позволить. И я могу это понять. Но это не хороший фундамент для долгосрочного бизнеса. Заниматься бизнесом только для того, чтобы выжить, позволить себе чуть лучший уровень жизни и чтобы ориентировать свое внимание только на деньги. И есть, насколько я знаю, что бизнес-традиции в вашем регионе достаточно молодые, им где-то 20 лет всего лишь. И хотя этот срок достаточно небольшой, хотя бизнес в нашем регионе достаточно молодой, но я уже вижу много предпринимателей, много бизнесменов или бизнес-леди, которые теряют интерес в своей компании, которым их компания больше не интересна. И которые ищут новые поля деятельности, где они могут себя применить. И они передают свою компанию, например, управляющему или директору и больше их не интересуют в своей компании. И это приводит к тому, что компания начинает медленно умирать. У вас, конечно, есть много бизнесменов, которые в душе связаны со своим продуктом, который производят, со своей компанией. Но я думаю, что понадобится еще какое-то время и понадобится вот это переключение, переход фокуса с денег на то, чтобы делать в жизни что-то интересное. И получать за это деньги в том числе. Я думаю, что будет какой-то переход, переломный момент. Возможно, я буду надеяться, что следующее поколение бизнесмена и предприниматели будут больше ориентированы на это. Они eher den фокус darauf legen, на эти хорошие идеи, на эти хорошие продукты. Которые смогут фокус своего внимания больше направлять на хорошую, интересную идею. И которые будут понимать и признавать, что хороший доход является таким приятным дополнением к тому, что они интересное дело делают. Третье отличие, которое я здесь замечаю, что у вас в ваших регионах очень мал опыт создания и работы в компаниях и как в социальных системах. Конечно, на Западе традиции гораздо более долгие, они длятся порой сотнями лет. И это приводит к тому, что я наблюдаю, что часто предприниматели считают, у них есть такая фантазия, идея, всевластия о том, что их сотрудники являются их собственностью, принадлежат им. И они на самом деле начинают злиться и говорят, что я даю ему рабочее место, я даю, плачу ему деньги, ему тепло, я даю ему работу. Почему он работает плохо? Но эта внутренняя позиция требований является не очень хорошей базой для хорошей работы. То есть у вас, у бизнесменов, другая внутренняя позиция по отношению к своим сотрудникам, своей компанией. Also, там есть еще немного к тому, к тому, к тому еще нужно научиться, как в настоящее время вести бизнес и как коммуницировать со своими сотрудниками. И я не хочу говорить, слишком много, cycle-то гипертрофированных. Здесь речь идет всего лишь о традициях. О традициях, как правильно вести работу в компании. И что я еще здесь замечаю, что есть очень много любознательности и очень много готовности учиться. И у меня складывается впечатление, что необходимо поменять, как бы провести культурные изменения вообще в культуре. Потому что я сталкиваюсь с тем, что есть представление сверху, снизу. И я думаю, что нам стоит поменять свое представление и создавать больше сотрудничества на уровне команды. Команда – это совершенно особая идея сотрудничества в организации. Хотелось бы попросить вас привести примеры, не знаю, 2-3 бизнесов частных компаний, которые больше всего вас впечатлили. Не важно, на Западе или в наших местах. Ну, конечно, хотелось бы услышать примеры из наших мест, но… Я бы хотел бы сказать, что ты 2-3 примеры из этих компаний, которые очень впечатлили. В этих местных компаний или в нашей регионе. Для меня это очень интересно, если ты какие-то примеры из этих компаний. Я не могу особо приводить примеры из белорусского региона, потому что я не слишком глубоко с ними знаком. У меня есть целый ряд примеров компаний из Германии, из Австрии, которые меня сильно впечатлили. Я не хотел бы сейчас называть эти компании, в том числе потому что это не принесет особой пользы, потому что эти названия могут быть не очень известны. Но есть целый ряд компаний среднего уровня, которые их директора, которыми руководят их директора и делают они это с большим воодушевлением, вкладывая свою душу в свою компанию. Вы можете сказать, что это среднего уровня? Для меня компания среднего уровня начинает от 50 сотрудников до 1000. И в этих компаниях есть особенности, которые повторяются. Я уже говорила об этом, что их отличает от многих других и что придает им успех, то что они очень четко и ясно ориентированы в своей работе на свой продукт и на клиентов. Вы меня попросили, чтобы я привел несколько конкретных примеров, а я начинаю рассказывать о том, какие особенности есть у этих компаний, что в них важного есть, что можно выделить и на что можно обратить внимание. Поэтому не знаю, стоит ли мне дальше в этом направлении идти. Есть и в Германии очень крупные семейные компании, очень крупные, которые бережно относятся к этим принципам и преследуют подобные принципы продукт и клиенты. Я могу здесь сейчас рекламный блок сделать для таких имен, как «Хенкель», «БМВ». Это крупные семейные компании. И несмотря на то, что они уже такие большие и так долго существуют, в них по-прежнему живет этот дух. И они следят за тем, чтобы создать такие рамочные условия для своих сотрудников, сотрудников, чтобы работа в этой компании приносила удовольствие сотрудникам, чтобы им хотелось работать в этой компании. Потому что они знают, что деньги не мотивируют людей. Люди хотят хорошие условия труда, хотят иметь интересные вызовы для себя, интересные задачи. Это именно то, чего хотят сотрудники. Я ответила сейчас на ваш вопрос. Будем считать, что так. В завершение я хочу спросить о том, а можно ли вообще копировать бизнес-модели? Потому что принципы существования бизнесов, они как бы общие. Но вот этот самый семейный стержень настроенности, мотивированность, именно семейная, она может как-то копироваться или нет? И нет. Вам несколько бизнес-моделей, можно сказать? Копировать? 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 Есть этот Швунг, есть этот желание, чтобы работать, чтобы модели от родителей от родителей копировки. Я считаю, что бизнес и предпринимательство не являются... ...копированием каких-то структур и не могут быть. И мне тут пришел на ум интересный пример из Беларуси. По-моему, это было в Беларуси, потому что мы во многих странах проводим семинары. На нашем семинаре присутствовала женщина, я думаю, что у нас был в Беларуси. В нашем семинаре участвовала женщина, бизнес-вумен. И ее муж учредил компанию, и затем он тяжело заболел и умер. И можно было заметить, сколько много души она вкладывает в эту компанию, которая, в общем-то, ей досталась по наследству, и которую она была вынуждена управлять. И сколько душевности она и сколько сердца она вкладывает в своих сотрудников. Я как раз в данный момент делаю рекламу и призываю людей вкладывать все свое сердце, не все, а свое сердце в компанию. Наш мозг постоянно занимается структурами и порядком. Как сделать так, чтобы было лучше, как бывает хуже. Но я считаю, что одного мозга недостаточно для того, чтобы компания была успешной. Самое важное – это сердце. А у сердца нет структуры и нет порядка. Это интерес, любознательность, вызовы принимать. И когда человеку приносит удовольствие, что-то делать. Создать команду, в которой будет приятно работать. И возможность позволить себе и другим совершать ошибки и дальше спокойно работать, не считая, что все – это катастрофа, мир закончился, все рухнуло. Потому что мы можем научиться делать бизнес только на ошибках. Только когда совершаем ошибки. И для этого необходима атмосфера, где у сотрудников будет возможность спокойно говорить об этом, спокойно обсуждать это, делать какие-то выводы. И где человек может сказать, да, я этого не знал, или я допустил эту ошибку, может спокойно признать, сказать, завтра я уже знаю, как делать по-другому, и завтра я сделаю иначе. Я хочу сказать, что в Западном мире подобная структура, где управляется бизнесом от всего сердца, где туда вкладывается душа, тоже нельзя сказать, что везде уже повсеместно эта структура внедрена, еще потребуется какое-то время для того, чтобы изменилось представление и понимание бизнеса. Это не только сердце нам нужно, чтобы понимали и знали. Я всегда говорю, что предпринимательство, бизнес — это одновременно и ремесло, и искусство. И в этом понятии есть два компонента, а именно ремесло. Ремесло означает иметь представление и понимать что-то в своем деле, в своей материи. И ремесло означает тренировка для того, чтобы стать мастером, нужно делать, делать, делать и делать. Пробы, ошибки, успехи — все это вместе. И здесь есть также слово искусство, а это имеет отношение больше связано с воодушевлением, креативностью, вдохновением, с любовью, с доверием, невозможно измерить. К счастью можно только чувствовать и ощущать. И много пота, конечно. Так хочется, чтобы все белорусские бизнесы были счастливы. Это было очень хорошо, чтобы все белорусские бизнесы счастливы были счастливы. Начнем с 50% или хотя бы с 30%, чтобы они были счастливы. Потому что нет ничего лучше, чем иметь какую-то успешную модель, которую можно продолжать, продолжать и продолжать. У нас тоже есть такие случаи, когда берут какие-то успешные модели, успешные компании и начинают там что-то измерять, взвешивать, искать какие-то компоненты, которые к этому привели. Попытаются измерить структуру. Но часто они забывают о том, что за этой компанией стоит бизнесмен или бизнес-леди, которые очень много своей души отдали этой компании, а это невозможно измерить. Ну что ж, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам и действительно надеюсь, что наша сегодняшняя беседа была полезна и для тех, кто хочет открыть свое дело, либо не знает, как его сдвинуть с мертвой точки. Напоминаю, что моими гостями сегодня были Михаэль Блюменштайн, экономист, независимый организационный консультант. Благодарю вас, Михаэль. И помогала мне в сегодняшней программе Диана Комлыч, руководитель Центра современной практической психологии, который, собственно, Михаэль в Беларуси привез. Благодарю вас, Диана. До новых встреч. Меня зовут Алена Андреева. Увидимся. Алена Андреева. Увидимся. 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 Продолжение следует...